Алла, часть вторая. Концерт рояля с оркестром. Читает автор. Армия позади. Три месяца каникул. Я решил полететь в Москву на конкурс имени Чайковского, куда пригласила меня Алла. Было лето, и я налегке взял билет на рейс в Донецк-Москва. Не помню, то ли по дороге туда, то ли обратно, сочинил в блокноте киновый текст для песни. Синеокая. Лету было примерно час. Как прилетел, отправился в большой зол консерватории, где проходил конкурс в надежде найти и увидеть Аллу. Мы так условились. Там встретиться. Но, увы, я пристально искал ее взглядом среди зрителей и не находил. Билетов в свободной продаже не было. Я целую неделю жил, в кавычках, в аэропорту. Каждый день ездил в консерваторию. С утра ждал в очереди в кассу по два часа, чтобы получить какой-то билетик. Остатки от брони. Первый день после концерта я решил найти угол для ночлега. Помню, долго с таксистом мы ездили по Москве, по гостиницам. Мест не было. Проезжая мимо гостиницы «Космос», я спросил у шофера. «Это для белых?» Он ответил. «Для черных». Короче, в разгаре были международные спортивные игры доброй воли. И надежда найти свободный номер растаяла, как снег в июле. В аэропорту я ютился на лавачках, как мог. И коротал, не досыпая ночи. Свободный билет на рейс домой был только через неделю. Утром, как разряженная батарейка, я ехал снова на конкурс. Слушал концерт рояля с оркестром Рахманинова. В зале меня выразила акустика. Молодцы архитекторы, постарались на славу. Где бы я ни сидел, то ли в первых рядах в фортере, то ли в дальней части балкона, было ощущение, что оркестр звучит рядом передо мной. Все тонкости и звуки отчетливо слышны. От концерта был в восторге. Он зарядил мои аккумуляторы и дал силы. Помню, на сцене стояли на стойках студийные микрофоны. Вначале думал, что они подключены к усилителям и колонкам. Но никаких колонок не увидел. Этот концерт снимали видеокамеры центральных каналов страны. И также аудио записывалось для фирмы «Мелодия». Позже, когда вернулся домой, смотрел этот конкурс по ТВ и даже видел себя в зале в телевизоре. Также покупал виниловые большие пластинки с конкурса фирмы «Мелодия». Конечно, слушать выступления лучших музыкантов мира вживую – это нечто. Никакое радио и ТВ этого не заменят. Поразило, как полный зал людей внимательно слушает. Во время пауз такая тишина, как в пустом зале. Однажды только шум случился. Одна старушка, видать, на балконе заснула и уронила футляр от очков с балкона. Все посмотрели в ее сторону с возмущенным взглядом и подумали, наверное, что за невежда там шумит. Поразило вот еще что. Как вела себя изысканная публика в зале, когда объявляли имена победителей. Если народ соглашался с мнением жюри, восторженно хлопали в ладоши. Если нет, то гудели и топали ногами по полу, как слоны, в знак протеста. Такое, конечно, по телеку не показывали и не покажут. Наступило время прощальных выступлений победителей. Помню, на сольных выступлениях звучал один рояль. Играл один француз. О, Боже, как же он играл! Произведение листа «Метель». Это была настоящая «Метель» на рояле. А какие этюды Шопена! Просто сказка! Алла была права, что классика – это чудо. Как жаль, что в жизни так мало чудес. Решил поехать к Алле лично на домашний адрес – Алтуфьевское шоссе. Я нашел дом, квартиру, отзвонил. Открыла женщина. Не знаю, может, ее мама. Здравствуйте! Где Алла? Здравствуйте! Нет ее. А когда будет – не скоро. А, собственно, вы кто? Я растерялся. Да, собственно, никто так. Ее бывший ученик. Она закрыла двери. Так и разошлись. А Аллу несколько часов я в подъезда ждал. Стемнело. Так и не дождавшись, я ни с чем уехал в аэровокзал. От недоспанных ночей ужасно устал сидеть на лавочках ночами. Ноги опухли, отекли. Лечь не было возможности. Помню, не было свободных мест. Уселся прямо на весы для багажа. В полудроме зачем-то достал паспорт взглянуть. И заснул. Меня разбудила красивая девушка в форме сержанта милиции. Гражданин, это вы паспорт обронили? Сонно я произнес ей. Я. Вот вам и вся Москва, моими глазами тогда. Аллу, жаль, я так и не встретил. Летел домой в самолете. Ноги так сильно опухли, что не влезали в туфли. Пришлось даже обувь снять. Мечтал я, что Алла мне покажет Москву и себя. Но видно была не судьба. Как приехал домой, писал ей. Как же, мол, так получилось. Что за тысячу километров пригласили меня, а сами скрывались. Ответ был невнятный. То ли письмо мое у нее на работе другие открыли. Нельзя мало личным на работу писать. И может в доме ее о нашем бумажном романе никто и не знал, кроме Аллы. И она обо мне ничего не сказала и маме. А вы, собственно, кто? Вот на этом весь сказ. И история вся. Ее помнит Донбасс, но забыла Москва. Ее помнит Донбасс, но забыла Москва.